Привет! Я решила делать сыр. Конечно, когда я делала свой первый сыр, это был российский полутвертый сыр, у меня не было никакого пресса. Я столкнулась с такой проблемой, что мне нечем просто его запрессовать. Но с этим справились блины для штанги, которые мне дал муж. Но я поставила ему такую задачу, что мне нужен пресс. И он мне спроектировал, из которого вот такой вот пресс. Он получился очень компактный. 60 длина, ширина 30 и высота 50. Здесь также есть сменные насадки подрядной прессы. Ну вот, например, для пресс-крышки для полутвердых сыров, для твердых сыров. У нас здесь очень легко меняется. Сейчас он может показать. Спасибо, дорогая, что дал возможность выступить на отдых. Здравствуйте! Меня зовут Максим, моя супруга Катя. Да, действительно, столкнулись с такой проблемой, что все время снимать блины со штанги это не очень выгодно. И потом, опять же, небольшой вес мы можем набрать. Видели много аналогов. Мы видели двухрычажные прессы. Но это достаточно такая громоздкая, большая конструкция. Нам все-таки хотелось бы сделать что-то более такое компактное, более универсальное и более мобильное. Потому что я представляю себе людей, которые живут в маленьких квартирах, и там нет у них места. И, естественно, какую-то такую бандуру держать на кухне просто некий. Поэтому пришла мысль сделать именно сборно-разборный такой пресс по принципу тех же самых курятников, перепелятников, которые мы проектируем, видео которых вы можете посмотреть у нас на канале. И здесь что получается? Все вышло. То есть вес достаточно небольшой. Всего лишь навсего 4,5 килограмма. В сборном состоянии вот он выглядит таким образом. В разобранном состоянии это вот сама подставка, только немножко еще на пару сантиметров выше. Потому что все вот это вынимается. Все это без клея, все это без саморезов, без ничего. Это все очень удобно получается. Плюс конструкция получается прочная. Далее. По самим рычагам я немножко тут игрался с дизайном. То есть у меня получился прямой рычаг, да, такой кривой рычаг. Но я сдавался целью, конечно же, изменить высоту вот этой точки, чтобы у меня здесь умещались разные-разные банки. Но вот в данной конструкции у меня внешняя петля для самого большого веса вынесена за пределы стола. Поэтому сюда можно вешать достаточно большие бутыли, чтобы нагружать пресс большими весами. По поводу мощности самого пресса. Ну, тут, как вы видите, есть три деления. Здесь у нас идет двоекратное усилие. То есть если мы вешаем 3 килограмма, то получится на этом делении 6 килограмм усилия. Здесь у нас 2,7 и здесь у нас 3,4. То есть 3,4 будет усиление веса самого груза непосредственно на прессе. По геометрии. То есть, как вы видите, у нас есть точки, при помощи которых мы можем поднимать наш пресс под разные формы. То есть у нас формы могут быть здесь использованы любой высоты, которая есть у нас в производстве. По размеру, по диаметру самой формы. То есть 22 сантиметра внешний диаметр. Это максимально для этой формы. Можно, конечно, немножко поставить больше банку перекосить. Но, в принципе, я рассчитывал на самые-самые традиционные, стандартные. То есть сюда с легкостью вмещается форма для твердых сыров. Это 22 сантиметра на 4 килограмма. Здесь у меня также все отверстия усилены железом. То есть болты у меня соприкасаются не с древесиной непосредственно, а непосредственно на металле. То есть это увеличит продолжительность жизни непосредственно всего этого пресса. И сделан он из фанеры. Фанера ФСФ, влагостойкая, очень прочная. Будет покрыта лаком, он не лаком, будет покрытым маслом. По-кроему льняным маслом, да? Да. И будет у нас это все замечательно. И так, в принципе, у нас курятник целое лето провел на улице. Из влагостойкой фанеры вот этой ФСФ. И с ним ничего не произошло, он не расслоился, ничего. Вот, так что тут как бы опыт у нас с этими штуками есть. И как бы вообще не вопрос. Ну, что, давайте будем проводить силовые испытания. И смотреть, что происходит с прессом. Во-первых, конечно же, нам надо понять, на каком усилии у нас с вами будет переворачиваться вот так вот пресс. То есть вот это самое-самое важное. И для этого, естественно, давайте возьмем весы. Поставим их сюда. Пожужим фанерку. Вот. И, ну, к примеру, купим. Тут у нас 3 литра воды. Давайте подвесим их сюда. Скопите, достаточно легко все это умещается. 9,8. Вот. То есть 10 килограмм, в принципе, неплохое усилие. И теперь давайте померяем, сколько у нас получится до перевертывания. Нагружаем, нагружаем, нагружаем. Вот. Ну, где-то 45 килограмм получается. Если нужно больше, чем 45 килограмм усилия, тогда придется нагружать эту сторону, да? Ну, нужны ли такие веса? То есть я себе представляю, что мы делаем сыры достаточно небольших размеров. То есть у нас сыроварка всего лишь на 20 литров. из Кирова, которая. Вот. С автоматическими мешалками, с импульсом, подогревом. То есть оттуда выходит на сколько? Ну, вот, например, фресформы, вот эти, на которой 22 диаметра, они на 3-4 килограмма. Ну, да. Вот. То есть 3-4 килограмма. Ну, там надо смотреть, опять же, от плотности, от всего, от этого, какое будет получаться именно усилие на сыр. Но для начинающих сыроваров, вот, такими, как являемся мы, может быть, даже кто-то из наших зрителей, для небольших производств, то есть нельзя сказать, что здесь можно делать промышленные какие-то сыры. Абсолютно нет. Поэтому, вот, для новичков, для небольших кухонь, для мобильности, для непостоянного производства сыров, то есть, допустим, вот нет у нас ни коз, ни коров, да, то есть мы пошли к соседке, купили они у молока 20 литров, сделали, ну, вот у нас какой-то праздник, вот решили, как пельмени дальше делать. Вот. Сделали себе сыры, почему бы не достать это как кухонный комбайн или как мясорубку. Да, потому что его очень легко можно разобрать и собрать. Да. Если вы не умеете. То есть собрали, разобрали, все, убрали. То есть, если мы говорим про какие-то промышленные объемы, то, естественно, там немножко уже идет все по-другому, и там другие мощности, и котлы, ну, и вообще, я бы скажу, совсем другие. Здесь все достаточно элементарно и просто. Так что, также можно, в принципе, этим прессом класть капусту, и если у вас подхудились сапоги, то можно прижать и сапоги. Тоже очень такая неплохая получается штука. Спасибо, мужик. А, ну, пожалуйста. Я надеюсь, просто, опять же, я сделал не вот так. Да, у меня муж сделал сырный пресс, я хочу сыр. Я люблю сыр. Я хочу сыр. Все, ура. Что еще можно сказать?